Вспомним, что мы уже сделали с вами. С пропорциями тела немножко разобрались? Да. Да. Как их мерить? Немножко разобрались? И как проверить себя каждый раз? Вот, составляете вы некоторую схему рисунка, некоторый каркас. Вот как проверить? Правильно он сделан? Хорошо. С тем, как расположены основные мышцы перед человеком. Разобрались? Да. А теперь ответьте мне, пожалуйста. Какая часть любой мышцы всегда толще? Всегда имеет больший диаметр. Начало и конец, и середина. 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 Поэтому, если вы понимаете, как проходит мышца, и где находится ее середина, то есть та зона, которая называется мышечное брюшко, то, одевая мышцу на каркас, вы можете себе представить, какую форму в этом месте получит тело. Примерно. Первое задание у нас будет сложное. Давайте лист целиком. То есть лист ставите вертикально. Ваша задача – нарисовать танцующего человека. При этом можете выбрать любой танец, условие одно, чтобы вы себе представляли, как он танцует. Вы идеально, чтобы сами умели танцевать именно этот танец. Для того, чтобы понять, как идут руки, ноги, в каком положении спина, голова, плечи и так далее. Можете танцевать вальс. В смысле? Можете изобразить вальс. Можете рок-н-ролл. Можете чернистон. Можете пойку. Ну, ради бога. Все, что хотите. А это не важно. Важно, что вы хотя бы некоторые движения этого танца уже представляете. Но тем не менее, представьте себе, как движется человек в этом танце. Так вот, не важно, какое танцевальное движение. Условие одно. Человек не должен быть изображен прямо в фаз, и человек не должен быть изображен прямо в крови. Любое другое положение. Понятно? Ходить со спиной, но тогда не прямо со спиной, а с небольшим разворотом. Ходить с лица, но тогда не прямо в фаз, а в три четверти, или опять же с каким-то небольшим углом поворота. Но не прямо в крови. И я пишу, что задание трудное. Что вы делаете первоначально? Не набрасывайте сразу своего человека. Не так. Сначала рисуйте каркас. Такой каркас, все понимают? На каркасе должны уметь показать положение всех основных штатов. Я буду сходить и спрашивать, где у вас ключевой штат на каркасе? Показывайте. Где тазобедренный? Показывайте. Где колено? Показывайте. Где локоть? Показывайте. Обязательно медьте голову. Но детали не прорисовывайте. Голова – это овал. Овал, который держится на линии шеи. Только и всего. Следите, что 20 человек, в общем-то, не опрокидывался на спину, вот так, смертельным образом. Либо не падал вперед. Либо не падал вперед. Прежде чем считать, что вообще-то в танце в некоторые моменты возникает положение неустойчивости. Может ли танцор был так, как клонится завтра? Положение не очень устойчивое. Положение не очень устойчивое. Это что-то допустимо. Ну, может ли он отклонится назад под 45 градусов? Не, не выйдет, крохнуться. Не выйдет. Может он сайты назад делает? Нет. Ну, на короткий момент это возможно. Но лучше в таких моментах все-таки сбежать. Попробуйте хотя бы относительно равномерно, относительно устойчивость. Да, прошу вас. А если я учила танцы, только которые танцуются в паре? О-о-о-о-о-о-о. Значит, с этой точки зрения, вальс, фокстрот и остальные чисто парные танцы, да? Вы удваиваете себе сложности. Вам их надо две фигуры рисовать. И тем более, которые будут двигаться в зависимости одна от другой. Это уже не просто сложная, сверхсложная задача. Поэтому давайте-ка мы все-таки не парный танец, а какой-нибудь одиночный. Или как сейчас принято говорить слово. Да? Ну, вы ведь наверняка как-нибудь на ваших дискотеках, вот так вот, каким-нибудь драконочным рукомашечным снимаете. Давайте. Какие еще вопросы? А если я вообще не представляю никаких танцев? О-о-о. Значит, вот, должен сказать, это уже не то, что касается занятий рисования. Это немножечко в другую сторону. А что вы себя грабите? Зачем вы себя лишаете очень сочной, вкусной и яркой части жизни? Или вы считаете, что настоящий матерый мужик такими пустяками не должен заниматься? Вообще-то голодом. Вообще-то голодом. Вообще-то голод можно утолить сухарями. Если бить в человека побольше сухарей, он перестанет очищать голод. Вы предпочтете питаться именно так? Или едой вкусной разнообразной? Не, ну вот можно голод утолить сухарями. Можно. Можно. Как вот лично вы предпочтете питаться? Лучше. Лучше. Лучше чего-нибудь вкусненького. А зачем? А зачем? Для разнообразия. Вот примерно так. Не стоит грабить себя. Жизнь не очень разная. Не надо заранее исключать какие-то ее проявления. Но это личный выбор каждого из вас. Это уже вы сами будете решать, что вам в жизни надо, что вам не надо. Но тем не менее, хоть какой-то танец, представьте себе. Ну и хотя бы сложное движение человека. Попробуйте изобразить. Еще какие-нибудь вопросы? Да. Я забыла вопрос. Типичный для вас. Ну все, работаем. Минут 15. Задание трудное. А про рисунок? Вопрос. Когда каркас, вы считаете, что каркас завершен, поднимаете руку, я подойду, посмотрю. Напоминаю, не нажимайте сильно на карандаш. Если вы на этом этапе нажимаете сильно, вы эти линии потом никуда не денете. Коля, вы сразу делаете ошибку. Обратите внимание. Вот размер вашего листа. Карлсон, который живет на крыше, читали когда-нибудь? Да. Помните, там Карлсон нарисовал картину. Да. Как называлась картина? Одинокий петух. Очень одинокий петух. Это была большая-большая белая стена дома, а вот здесь Карлсон нарисовал вот такого петуха. Вот, когда вы рисуете очень одинокого петуха, у вас вот такой лист, а вы собираетесь нарисовать вот такую фигуру. А лист у вас вот такой. Значит, я специально сказал, что сегодня рисунок на весь лист. Это значит, ну это значит, ограничивая себя примерно вот такую площадку, которая будет рисунок занимать, и голова все-таки здесь, и вот дальше там пропорции телка. Поехали. Работаем. Вообще-то на занятиях неплохо слушать. Я только сказал про очень одинокий петуха. Скажите, кого вы рисуете? Вы как раз его и рисуете. Это первое. Второе. Для меня большая фигура рисовалась. А вот учитесь, мы здесь все учимся. Второе. Что же вы так себя не любите? Себя надо любить. Посмотрите, на каком листе бумаги вы работаете. Вы же собираетесь. Свой труд держите, держите. Вот он чистый, новый, белый. Да? Угу. А то, что вы что-то не умеете, совершенно нормально. Мы здесь все учимся. Да. Попробуйте у вашего этого человечка вот это основание ладони вот сюда убрать. вот так. Есть ладони такого размера. Попробуйте сюда сам заблажен. Никогда. Угу. Угу. Козла. Совершенно верно. А у козла как ноги устроено. Ну-ка, внимание, смотрим. Вот у вас задняя часть тела козла. Это пятка. Где у козла колено? Вот свыше. Вот колено. Вот колено. Вот бедро. Вот голень. А вот это все стопа. Козел стоит на цыпочках. И мы это с вами уже разбирали. И неплохо бы это запомнить. А теперь смотрите на вашу сумму. Куда вы прогнули суставы на ногах у своего танцующего человека? В какую сторону они у вас прогнулись? В ту же. Вот скажите, у него стопы куда идут? Вот сюда или вот сюда? О! Вот сюда. То есть пятка у него здесь вот так. Понимаете, что вы ему проломили коленку вон туда, назад. Ну не бывает таких ног у человека, хоть вы деритесь. Володя, а теперь про то вспоминаю. Если человек сгибает ногу вот так, где колено? Так, вы накажете. Я сгибаю ногу. Где оказывается мой коленный сустав? Вот он. У плеча. Он на высоте плеча. Ясно? А это значит, длина бедра от коленного сустава до тазобедренного намного ли отличается от вот этого расстояния? От тазобедренного до плечевого. Примерно одинаково. Ну, с учетом того, что бедро-то совсем не искривляется, а позвоночник при этом движении немного сгибается. Но длина бедра примерно равна глине туловища от тазобедренного до плечевого. Теперь, внимание. Я сгибаю ногу в колено ставлю. Вот так. Где пятка оказывается? На уровне ягодицы. А это значит, длина бедра от колена до тазобедренного сильно ли отличается от длины голени от колена до коленостопа? Не сильно. Не сильно. У нас тело по вертикали, вот до плеча, развернуты нежно на три участка. От земли до колена, от колена до тазобедренного и от тазобедренного до плеча. Голова вместе с шеей будет занимать примерно три четверти, ну от трех четвертей до половины. Этого, вот этой высоты. Ну, Володя, маленькие ножки вы ему сделали. При таком туловище ноги длиннее. Либо вы рисуете, там я знаю, третий классника на первом школьном вечере. Ура, третий классник вышел первый раз на сцену. И чего станцует? Чем третий классник отличается от семиклассника? Чем пропорции будут отличаться? Я не вижу лица, я не вижу размеры тела, я вижу только слои. Как третий классник от семиклассника отличается? Пропорции? Как? Сохожа ног к телу. Как? А голова к телу соотношает? Еще раз. Семиклассника голова? У кого больше, что? У кого, что меньше. У ребенка голова больше в соотношении тела. Они все дети. Семиклассник тоже ребенок. У подруга количество длиннее. У семиклассника по отношению к туловищу, вы не говорите главным словом, по отношению к туловищу, с возрастом размер головы не мешается, а длина конечности увеличивается. Вот вы второклассник пока нарисованы, по отношению к длине туловища, у него ножки коротковые, кончащие пальцы. Немного не достану. Смотрите. Ну вот видите, я провел, да? Все-таки вот сюда, значит она пошире. Ну, бывают люди, у которых крайне узкая кисть и при этом очень длинная пальца. Но все-таки в среднем человеке, если уж такая длинная кисть, то она пошире. Ну, а остальные нормальная пропорция. Пробуйте одевать это дело. Да, единственная поправочка, значит, вы на себя когда-нибудь в зеркало смотрели? Ну, старался. Ага, бывало, да? Скажите, у вас правда ребра идут вот так наискосяк? Ну, это вот мы смотрим, когда вот с права. А, вы стараетесь развернуть человека боком. Тогда объясните, почему у него ребра развернулись, а плечи нет. Как это ему удалось? Ну да, ребра она чуть-чуть по лошадке. Да? Если вы уж разворачиваете, подождите, подождите, у нас была задача не в паз. Плечи у вас как раз в паз. А, так. А ребра вы как раз под углом нарисовали. Это значит, и плечи должны вот так стоить. Это плечо сюда. Вот так, да? То есть подработать кистишь. Да, да, да. Вот теперь и таз у вас вот так развернулся. Вот теперь у вас фигура действительно развернулась. Каким плечом вперед? Правым. Да, вот теперь она плечом вперед развернула. Да. О, эти как-то. Ладно. Следую чудовищу. Все решили, что это. Ваш танцор сядет на полку. Понимаете? Если он немедленно не выпрямит вот эту ногу, так, значит, то дальше соприкосновение со сценой. Совершенно неизбежно. А так очень хорошая динамичная фигура. Единственное. Как по-вашему, в таком положении? Будет ли у него позвоночник прямой, как палка? Будет, наверное, изгибаться. Вот примерно представьте себе, как пойдут изгиб позвоночника. А так очень хорошая фигура. Смотрим. Ага. Ой. Так. Какая нога ближе к вам? Вот эта или? Вот ближе к зрителю какая? А, наверное. Володь, вот эта. Засмешиваю. Ага. Тогда скажите, какой гад? Взял пилинг и отылил половину ноги. Потому что эта нога ближе, значит, она должна оказаться больше или нет? Меньше. Меньше. Ближе. Ой, больше, больше. Ага. А у вас эта нога больше или меньше? Примерно на одну. О, смотрим. Вот длина бедра, согласны? Меряем. А это бедро такое же или длиннее? Длиннее, понятно. Вот длина голени. Меряем. А эта голени с полтора раза длиннее. Скажите, кто у него выпилил кусок ноги? Угу. Ой, зря. Одну секунду. Зря мне взять большую лист. Держи. Следующая работа обязательно божи. На маленьком листе у нас совмещено, что с ним даст. Так. Хорошо. Сейчас изберем. Сейчас. Далить не могу, ладно? Так. Ага. Ну, наверное, во-первых, вот так, у вас последний изгиб, потом плечник все-таки повыше, она вот сюда подойдет, да? Здесь нормально. А вот этот изгиб начинается только после пересечения линии плечи. Вот так. Хорошо. При этом плечи строго горизонтально отходят? Или немножко отмышленные? Немножко отмышленные. Немножко отмышленные. Вот плечевая. Нормально. Он каким плечом вперед у вас? Вот этим ли? Вот этим. Хорошо. Значит, от этого плечи будет, кажется, глиня. Вот это и вот это. Вот это. Вот это. Вот так, да? Ну, так, теперь можете. Ну, хватит. Нога соединяется прямо с пожелочью, но и все-таки старт. Старт. Значит, безобедренные нежисти. Ну, опять же, коротковат, но ничего, нормально. Хуже вот что. Давайте смотрим размер руки. Так. Вот у вас от плечевого сустава идет плечевая опущенная. Да? Вот локтевой сустав. Давайте смотреть. У вас плечо кончается примерно посередине полуища, что более-менее соответствует. А вот с предплечьем какое будет? А-а-а, слишком маленькое. Или, вот смотрите, в одном случае вы можете быть абсолютно правы. Не просто правы, а абсолютно правы. Вот посмотрите, я стою перед вами, да? И держу его вот так. Попробуйте сравнить глазами длину моего плеча и моего предплечья. Примерно одинаково? Да. Да. А теперь я вот так руку разверну. Что вы видите? Длина плеча изменилась сильно? Да. Плеча вот эта? Нет. А та длина предплечья, которую вы видите? Да. В каком случае предплечье у человека реально может быть вот такой длины, какой не сажен? Если куда развернута вот его кисть? Если она куда направлена? К зрителю. Если она направлена к зрителю, то вы абсолютно правы. И все нарисовали бежим. Так? Но в любом случае... Как-то вот так стоит. А, да. Коль, скажите, пожалуйста, сможете ли вы ладошкой, если положили ее вот так на подбородок, пальцами достать до затылка? Не выйдет. А если это ваш чудик, основание ладони положено вот сюда, ясно, что пальцы у него не только до затылка, они у него вот так вот, а основание все и до затылка. Что у вас размером головы? Только маленькая. Ну, мягко говоря. А так вся фигура в целом очень динамична и хороша. Я чуть-чуть вот этот пальцик делаю поменю. Не, вот здесь ничего не меняется, хорошая кисть. Я добивался того, чтобы вы поняли, что вы на самом деле сделали. Потому что у меня такое ощущение, что вы не понимаете, что вы сделали. Вы сделали очень хорошо. Только сам этого не помню. Пианист. Пианист. Руки пианиста. Пианист. Пианист. Что же вы изображаете попу, как единая арбузь? Пианист. 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 меньше, чем длина ложа, то прокрус брал его вот так растягивал, чтобы длина оказалась точной. А если гость оказывался в длине ложа, то прокрус брал мяч и убирал лишнее чисто. Так вот, ребят, судя по вашим рисункам, вы все, да, нервничью прокрус. Вы то что-нибудь растягиваете, то что-нибудь урезаете. Давайте посмотрим на руки вашего несчастного. Меня интересует вот что, судя по изображению плеч, вот смотрите, вот у вас один плечевой ста, вот другой. И вы рисуете вот эти складочки, показывающие, что руки отодвинуты от груди. А это значит, что плечи у вас в фаз находится или развернуты? Развернуты. Нет, если они развернуты, это будет выглядеть вот как. Потому что эту складку вы тогда не увидите. Может, у гость этого прокрус там? Ага. Если вы вот так нарисовали, вот так, то у вас это плечо выехало вперед. Вот оно выехало вперед. А вот это плечо оказалось там, сзади. И тогда ясно, что вот этот локоть у вас впереди, а локоть сзади. Но все равно, давайте сравним длину предплечья. Вот одно предплечье, вот другое. Ну да. Скажите, у него что-нибудь растянули или что-нибудь отпилили? Отпилили. Такой силы деформация не бывает. Вы либо уж вот это слегка углублите, Наращивание кости. Либо вот это слегка укоротите. Немного. И тогда ваша пропорция придут более-менее в норму. Смотрим. Ага, очень славно танцовщица. Танцовщик, это не важно. Так, зря не рисуете основу. Вот это действительно зря. Значит, ясно, что вот эта часть занята грудной отверстия. Вот так. Вот здесь стартовые кости. Голубы. Попробуйте достать. Не сейчас, не обязательно. На переменке. Вот так, чтобы у вас бедренная кость и голень шли строго по одной вертикальной линии. Вам удастся так, кстати? Нет. Да хотя бы по одной простой причине. Вот здесь у вас сколько костей? Сколько костей у вас в голени? Две. Две. Можете ли вы обе сразу поставить по вертикали? Нет. Если одна ставит по вертикали, то вторая вот так пойдет. Да. Коленный штаб имеет некоторую ширину. А это значит, никакой такой прямой линии в ноге здесь быть не может. Всегда нет трубу. В одну сторону, в другую. Но вот так вот не бывает. Вот так не бывает. Так. На самом деле природа вообще не любит прямых линий, точных симметрия. Такого в телах уже существует, существ не бывает. Ох, как интересно. Это у меня фас, а это вот у меня фас. Угу. Это правда очень здорово. Это не имеет никакого отношения к пластической анатомии. Ну, то есть нарушены все пропорции, которые могут быть. Но с декоративной точки зрения очень занятные рисунки. Вот правда очень занятные. Ребят, дело в том, что пластическая анатомия не самоцель. Можно рисовать совершенно в иных стилях. Абсолютно в иных. Я просто стараюсь показать, как пользоваться еще и этим методом. Значит, в чем дело, почему тела у реальных людей таким не бывает. А ну-ка покажите плечевой сустав. Покажите у него в этих двух словах. В общем, плечевой сустав должен быть здесь. Но просто я не решила на это много времени тратить и нарисовать. Нет, ну примерно. Вот тыкните кардашом, где у него плечевой сустав. А это не важно, вот на вашем рисунке. На вашем рисунке вообще вот тут посередине. Стоп, стоп, стоп. Покажите точку. Крещик поставить на месте одного плечевого сустава и второго. У этого человека одно плечевое и два? Все-таки два. Отлично. Значит, у любого живого человека некоторое расстояние между плечами есть? Есть. Что вы сделали с этим расстоянием? Нет, нет расстояния. Вы его просто убрали. Он вообще руки должны идти вот отсюда, а не посередине. Правда? То есть это подбородка у вас там. Нет, да, вот пониже. Что это вообще, существует? Да. А сейчас существует. Значит, я еще раз говорю, у вас очень славные, очень декоративные фигурки, но не имеющие... Вы зря убираете. Я бы на вашем месте их оставил и сделал вопрос снова в набросок. Так? Потому что фигурки очень славные. Но теперь попробуйте то же самое, не то же самое, а другой вариант наброска сделать, который бы хотя бы немножко был приближен к анатомической реальности. Такое же, да, более приближенную. Ну, потому что это все очень хорошо, но тело у человека, устроенное иначе, вас обманули. Да, смотрим. Так. Вот. Смотри. Где у него тазобедренный сустав? Показывайте. Тазобедренный... О, слово «сустав» что означает в русском языке? Что называется суставом? Ну, да, оно из 10 человек. У нас масса самых разных чтей. Какая часть называется суставом? Так, внимание ко всем вопросам. Кто может сказать? Так? Какая часть тела у человека и у любого другого живого существа называются суставом? Остальные что, не понимают? Майя, прошу. Место соединения есть никаких костей. Подвижное, не подвижное? Подвижное. Подвижное. То есть это подвижное соединение костей. Так, может ли сустав занимать вот такую площадку, как вы показали, что вот это сустав? Покажите крючку. Который расположен тазобедренный сталь. Опять вы рисуете длинную линию. Не бывает встал, как линия. Так, сейчас подождите. Не понимаете. Попробуем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...